вы попали в самый жесткий влог о тапыренных подростков сегодня мы будем жестко экспериментировать с паутишствиями значит у нас есть четыре человека которые добрались в заброшенный город и будут его исследовать а что будет дальше мы узнаем всем привет добро пожаловать в мой влог и мы приехали венчинсири я не знаю как это на русском сзади меня фотосессия там не буду делать сок сейчас представляю вам своих guys это эге это умай а это лиза смотрите собака ой что мне за чухня какая-то смотрите мы калли дженнер давай колься здравствуйте я сижу на лавочке и пью сок потому что мы приехали венчинсири и сегодня мы здесь будем находиться где-то час потому что мы приехали прям под самое закрытие у меня есть код умай и агент а еще нельзя лиз ты тоже снимаешь влог а что ты снимаешь это видео просто видео просто горизонтальное видео копейкетша пока китям это наши первые шаги чтобы сделать хотя бы что-то в этом месте спасибо какие-то останки но фотосессия сразу листы в дыре да очень заброшено у вас тут все выглядит прям не нарадуюсь даже мухи над головами летают чтобы как бы старинность какую-то приписать не знаю что рассказать расскажу что сегодня надел 8 колец ставим четыре и еще и еще wait и еще четыре моих рук сегодня разные настроения это такая восточная женщина с изумрудом а вот это это облаки и английские небес мы проходили мимо какой-то дары мне рассказали турецкий мем они шутят над ценами квартир типа фотографируют какие-то развалюхи и пишут типа 9000 лир рядом с метро о май гаэд вот это кладбище тут вообще все выглядит как кладбище отличий вообще не вижу никаких с нашим колхозом честно вообще это что такое same something in Russian баклажан повтори так все я включаю регина тодоренко и мы будем подводить расчеты как настоящий блогер я вам расскажу абсолютно все вход стоил 100 лир и я параллельно достаю билетик который подтверждает 100 лир мы заплатили чтобы посмотреть на развалину в течение часа вот во столько мне обошлась эта поездка среди этих развалин по которым сейчас радостно бродят туристы когда-то был целый город населенный людьми здесь кипела жизнь а сейчас мы вот сейчас у нас есть идея остаться здесь на 24 часа как вы думаете насколько это адекватная идея я думаю мы ебануты мы находимся в какой-то дыре здесь очень много разных камней вот мы тут ходим пахнет как огонь что-то горит да, мне нравится мы в Веншин-сити врубаем регину тодоренко с вами Дима Масленников сегодня мы на заброшенной замке это просто пипец мы не знаем как возвращаться обратно у нас осталось 10 минут до закрытия если мы не вернемся вовремя то мы останемся здесь ночевать это просто пиздец я не знаю что делать искренне смотрите тарелка инопланетян такие шутками а я блять верю инопланетян и в то что ладно все включаю всем привет давайте расскажу про свою личную жизнь эге коле ты где бля в общем я сегодня забыл забыл что я сегодня то где 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 ребят ребята мы должны вернуться вон 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 видите эти напыления а вы че стоите а вы че стоите пошел дождь мы в дожде мы в дожде а кстати да мы опоздали точно мне там смloe вон жизнь вау вау у нас подруга стала собакой умай ты как умай ты как мой что они сделали где твои украшения всем привет вы на канале жизнь в анталии мы находимся возле рынка мы находимся со вчерашнего дня не жравший не жравший не спавший не сравший попелся просто в 7 утра как обычно домой уснул на кресле я уснул на кресле вот потом вообще как какая-то поберушка в эти распаковку продуктов сделал вам что в общем инжир две штуки я уже его поел эти ощущения будто я не ел вовсе это я уже ем вот еще персика я два съел купил 3 авокадо вот еще 8 2 кукурузы цены все на экране находится я только что пережил сцену из фильма с изимой джиром я просто иду по дороге и знаете что происходит я роняю вон там сейчас покажу весь инжир я стою там молю о помощи и а нет не так было короче я стою возле машины пытаюсь собрать весь свой инжир люди такие что же делать наверное думали они я не знаю что они я не смотрел на людей наверное всем было плевать но в моей голове все должны были об этом очень сильно беспокоиться я такой нет стоп не надо все хорошо я романтизирую свою жизнь я в цене из фильма вот пришел домой поел инжирю который на дороге был ел был помыл же мы упускаем в моем блоге очень важную часть моей жизни когда я и что я делаю вообще с десяти вечера до 4 утра каждый день я постоянно где-то шляюсь это вообще невозможно сегодня вообще реально я пришел в 7 утра и уснул вот на этом кресле на этом кресле вот вот на этом тут на этом кресле я упустил ко мне просто в какой-то момент заходит лиза на балкон и говорит типа нет она ничего не говорит она просто смеялась очень громко но нет не громко я имею ввиду сильно значит рассказываю что было вчера вчера я пошел в веган хаус веган хаус здесь в анталии это веганское кафе в котором есть цирические чизкейки и еще чё-то на бурита они говорят у них есть нет у них бурита не ведитесь это все провокация в общем я сидел ждал аге и пока я ждал аге я решил сделать медитацию и не мог понять какую хочу сделать я понял что у меня есть своя я сделал свою медитацию и сел и сделал свою медитацию потому что это единственное что я хотел слушать ситуации на ютубе это просто какой-то трэш ты типа не знаешь абсолютно человека самое время для намаза да когда слушаешь что-то медитацию ты абсолютно не знаешь человека ты не знаешь его ценности то есть ты не знаешь какую энергию он транслирует поэтому я просто в какой-то момент очнулся и понял что я не могу слушать какие-то медитации потому что я не знаю что заложено в эти звуки что заложено в этот голос и вообще у большинства людей очень сильно как-то он напряжен я даже по голосу слышу мои друзья слышат традиционно питающихся людей потому что это очень грубые связки они пропитаны солью жирами животными они вообще абсолютно по-другому вибрируют по-другому звучат и вообще все остальное тело резонирует по-другому поэтому я не могу воспринимать спокойно медитации просто рандомных людей из ютуба не заряжена звучит абсолютно когда я послушал свою медитацию мне стало гораздо 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 проще я понял чем я хочу сейчас заниматься потому что я давно не медитировал на самом деле и сейчас просто за одну медитацию я навел себя порядок в голове вообще полностью том же месте вы ничего не забудете никто вам ничего не сделает за то что вы на несколько минут оставите их там сделайте это для себя поверьте что когда вы вернетесь к этим облакам следующий раз вам будет гораздо проще я во время медитации понял что я хочу записывать больше медитации я придумал 4 медитации пока пока медитировал еще понял что я хочу снимать видео на youtube и что я хочу писать музыку заниматься музыкой продолжать потому что я прям очень горю этим сейчас и я бы наверное с этим никогда не разобрался и кстати задача этой медитации это фокус и концентрация то есть нужно было за время этой медитации найти причин не причину найти дело в которое я погружусь и создать намерение чтобы я его вошел то есть медитация расчищает все вот эти вот завалы в голове собирает их в кучу сначала потом мы их сортируем потом мы остаемся всего с одним делом с одной мыслью в которой мы погружаемся все остальное мы отпускаем просто в запасы в резервы это никуда не исчезает то есть вы ни про чего не забудете все нормально но в то же время вы абсолютно спокойно и можете спокойно погрузиться в одно дело я выбрал себе одно дело это гулять гулять наслаждаться прогулкой наслаждаться временем с людьми с которыми я гулял потом еще пришла ума и мы там посидели в этой кафешке я учу туре я учил турецкий в дуа-линга сан-эт-яр-сен сан-эт-яр-сен да я учу язык в дуа-линга а что мне делать а мы возвращаемся к нашему влогу и к сегодняшнему дню точнее дню когда мы ездили в ancient city после этого мы поехали на русскую русскоязычную тусовку в один клуб один клуб что же было в этом клубе короче давайте я вам сразу расскажу водную так закинул короче мы пошли в этот клуб там конечно играет инстасамка всякий рэпчик такой секс 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 вот такие песни это было просто прекрасно потому что я соединился с какой-то своей забытой личностью да и мы просили конечно включить инстасамку под инстасам мои любимые песни на тусовке инстасамка мама люба серебро ламбада криптонит и еще кто-то там был мешап а пути не путю две миланы в домике на трэп тусовки это просто невероятно мы ходили с лизой эге у мая ушла домой вот и к нам еще присоединилась потом еще одна девочка казусные ситуации этого вечера первая казусная ситуация эге нажрался как будто мы его скаиваем но убираем я пьян я не один его релиза она привет пила вторая казусная ситуация заключается в том что пока эге ужирался я его случайно толкнул и у разлил его напиток и по ей разбил стакан и разбил стакан энергетика сводка казусная ситуация номер три какие познакомилась девочка подошла к нему и сказала привет давай познакомимся он сказал да привет я еге я знаю русский но чуть-чуть и я но не я не русский и потом подошел я сказал привет камила и больше ее никто не видел четвертая казусная ситуация четвертая казусная ситуация опять про эге короче он стоит со стаканом стоит со стаканом пьет свой энерги дринг с броской и к нему подходит какая-то рандомная девочка берет у него стакан из руки пьет он на это смотрит типа она пьет я думаю так может быть она знает потом она отдает ему стакан обратно и у него спрашивали нога инхи сыры плаем и блэй что нет он не знает и и окей 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 это было очень странно это было так по-русски это было так по снг что мы какая-то снгшная тема это такая категория девочек на вечеринка где еще так можно это по блять эйфории пересмотрела и чё блять девочка отчинить тут камеры в клубе мы тебя наху быть пятую казусная ситуация я выпил в этот день два апельсиновых сока после чего-то несовместимого с апельсиновым соком и у меня немножечко в кишечнике был просто какой-то атас после нескольких трех-двух часов беспрерывного танцевания под маркин штерна я конечно же немножечко был взбалмошенном что делать я не понимал абсолютно мне хотелось покакать я пытался покакать в клубе не получилось там было все в рвоте но это шестая казусная ситуация и я пошел в итоге после этой вечеринки в туалет в на заправке там была всего одна кабинка один писсуар мужском туалете я пошел конечно же в этот туалет я стою жду у меня уже какая какашечка просто она уже и туда и обратно и туда и обратно это просто был какой-то ужас и я себя чувствую просто ужасно когда когда какашечка вернулась в моё тело это было очень больно это было ужасно это было катастрофически неприемлемо я человек я вообще не привыкший к боли и к тому что у меня может что-то болеть вообще терпеть вредно напоминаю я уже стучу в дверь и думаю выходим он выходит что-то там копошится 10 часов что-то вытирает я слышу там у тебя что раковина я думаю тебя что там раковина тебя что душ в кабинке я не знаю что у него там было в кабинке но я зашел потом в кабинку там не раковины не душа и что он делал все это время я не понимаю что-то шебуршался журчал какие-то разные звуки вот он наконец-то вышел с чувством вины конечно с чувством вины потому что я так смотрел необычный такой middle eastern человек казалось бы да вот только что вертел кебаб на шампуре а уже сейчас через две минуты он меня боится в туалете потому что я действительно с намерением пришел сижу я в туалете и слышу как входит ничьих входит в туалет не что ли начинает блевать в писсуар потому что не моя дверь немножечко не открывается что я пережил я просто типа я где-то две или три минуты только что две с половиной где-то я сидел вот так снимал себя и думал на это очень круто это очень круто казусная ситуация number six значит в клубе и я говорил я ходил в туалет несколько раз это было незабываемо это было просто незабываемо туалетная бумага почему-то не доставалась из туалетной бумажницы это была та же причина которого не позволяла мне сделать различные операции и после после того как я сходил в туалет последний раз не захотелось помыть ручки я помыл ручки не было полотенец но была туалетная бумага рядом я думаю было бы так логично вытереть руки туалетной бумагой потому что видел что люди вытирают руки там ей в прошлый раз и думаю ладно в этот раз я и воспользуюсь я беру туалетную бумагу отматываю вытираю руки нюхаю я понимаю что они пахнут чей-то работой блять кто-то вытер рвоту туалетной бумагой причем всем мотком я смотрю на край раковины там все в кусках рвоты я как человек который вообще не пьет который не употребляет ничего только апельсиновый сок максимум на вечеринках это нет потому что уже поздно я был действительно в восторге но папа мыл руки я помыл руки я сказал всем людям которые были со мной рядом что туалетная бумага не не только не пользуюсь если пользовались то лучше помойте руки вот потому что это был просто отрасль ну прикиньте реально вытираете руки а у вас они в работе казус это казус казуснее этого только то как мы с лизой поехали в сыроедческий ресторан в горы у нее есть видео на канале персиковая трюшка это так приятно у нее есть видео на канале где она рассказала подобно и качественно как мы провели время сам этот влог еще не смотрел но здесь будет подсказка и ссылка в описании поэтому переходите и смотрите а я вам расскажу как все происходило с моей стороны сначала лиза говорит это вот в хурме короче в одном вот в районе анталии и и и и и и